Добрый день! Читаю вам из Библии. Вот что говорит Слово Божие. Утром сей семя Твое, и вечером не давай отдыха руке Твоей, потому что Ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Утром сей семя Твое, и вечером не давай отдыха руке Твоей. Вот сказано прямо, как будто для нас с Вами, для сетевиков. И утром, и вечером не давай отдыха руке Своей, сей семя Своей. Потому что Ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или оба хороши будут, а может оба будут неудачнее. Ты не знаешь, Ты просто сей семя. Что это значит? У тебя есть бизнес, у тебя есть продукт, у тебя есть компания. И если Ты хочешь преуспеть, то сей семя. Рассказывай людям о своем бизнесе, о своем продукте, о возможностях и о товаре. Все, больше ничего не надо делать, по сути говоря. Сей семя Твое. Если Ты будешь это делать, то одно семя даст быстрый всход, другое никакого не даст, возможно. Третье даст поздний всход, но зато он будет обильный. Ты не знаешь. Тысячу раз каждый из опытных сетевиков, ошибаясь, думал, что вот этот крутой, или вот эта вот тетя, сетевичка, страшно крутая, она мне много денег принесет и будет моей организацией лидером. Ты не знаешь, что это за семя. Ты не знаешь. Ты сеешь слово, ты рассказываешь о бизнесе, человек откликается. Недавно пришел один мой, самый лучший мой дистрибьютор, с которым я работаю уже многие годы, и знаю его еще больше, очень хорошо его знаю, он сказал, рассказал мне, что он был на встрече. И очень примечательная история, сказал, я пришел на встречу с человеком, которым договорился по телефону, чтобы рассказать о возможности своего бизнеса. и не успел я сесть, как она затарахтела. Затарахтела то, что она начала говорить. Я ее послушал какое-то время. Женщина, имеющая жизненный опыт, так скажем, сетевик, которая поработала в разных компаниях, и она стала сыпать вопросами, сыпать своими сообщениями, показывая, что она что-то тоже знает, и не лыком шито, как говорится. И этот молодой человек, который мне рассказывал об этом, он мне сказал и так, замолчите сейчас. И слушайте, что я вам сейчас буду говорить. Есть два типа сетевиков. Абсолютное большинство, примерно 95%, это те, которые треплют языками, болтают, бродят из одной компании в другую, сидят вечно в долгах, всю жизнь льют сопли и слезы, ни хрена никогда не зарабатывают, делают умное лицо, корчат умную харю и думают, что они сетевики, и позорят своим поведением и своими плодами, результатами от этого бизнеса, нашу индустрию. А есть люди, которые думают, прежде чем что-нибудь вякнуть и открыть рот, они обдумывают то, что говорят, ищут информацию полезную для них, все впитывают, принимают правильное решение, им работают, делают только те вещи, которые приводят их к результату. И они преуспевают, доказывая всем, что индустрия наша самая лучшая в мире. Вы, говорит этот молодой человек, какой категории себя хотите отнести, к первой или ко второй, к успешным людям? Вот ответьте мне сейчас, да или нет? Ну, конечно, во второй. Тогда слушайте, что я вам сейчас скажу, у меня нет времени размазывать с вами сопли здесь. Через 15 минут она была зарегистрирована как партнер и уже начала действовать. Людям нужна поддержка. Слишком много болтовни в нашем деле. А надо-то всего лишь сеять слово. Что надо сказать? Вот продукт, я его использую, у меня вот такой результат, у моего друга такой результат, у моего клиента такой результат, у этого такой результат, вот так мы зарабатываем деньги, вот столько я заработал. Тебя интересует? Есть возможность? Вот мой сайт, зайди туда, посмотри, если хочешь, прямо сейчас. Давай. До свидания. Да или нет? Нет. До свидания. Следующий. Все, сей семя свое. Здесь же в Библии, прочитаю вам еще, чтобы вам было понятно. Слушайте. Вот вышел сеятель сеять, рассказывает Иисус Христов. И когда сеял, случилось, что иное семя упало при дороге, и налетели птицы и поклевали его. Иное упало на каменистое место, где немного было земли и вскоре взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, иное сто. И сказал он, кто имеет уши, слышать, да слышать. Если у вас есть уши, слышать, то надо слушать. Все семя свое, и ты не знаешь, на какую почву оно упадет. То ли перед тобой добрая почва, и оно даст плод стократный, а то ли перед тобой каменистая почва, ты не знаешь. Все семя твое, делай свой бизнес, приноси людям радость, успех, и твой успех будет обеспечен. Сей семя твое, и не давай отдыха руке твоей. День и ночь, и ты будешь богат, и всех поставишь в нужное положение. Я скажу, вон он сеял, теперь вот его плод. Я тоже так хочу. Удачи тебе, вперед!